В продолжении темы награждения. Еще несколько слов о церемонии, которая на минувшей неделе прошла в Республиканском управлении Федеральной службы судебных приставов. Там чествовали победители регионального этапа Всероссийского конкурса научных работ, посвященных истории образования, развития и современной деятельности Института судебных приставов России. Конкурс был объявлен Федеральной службой судебных приставов и Российской правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации. Он призван поддерживать интерес студенческой молодежи к проблемам принудительного исполнения судебных решений в России и зарубежных странах и повысить привлекательность правовых наук в молодежной среде. Заместитель руководителя регионального управления Федеральной службы судебных приставов Азамат Кишмахов вручил студентам-победителям соответствующие дипломы за призовые места, а их научным руководителям благодарственные письма. АПЛОДИСМЕНТЫ Этот конкурс научных работ проводится ежегодно и является уже доброй традицией. То есть сотрудничество в рамках этого конкурса является доброй традицией нашего учебного заведения и управления Федеральной службой судебных приставов. То есть даже лично я, как научный руководитель, принимаю участие уже третий раз. Но здесь хотелось бы сказать, что очень отрадно видеть интерес конкурсантов, наших студентов. И самое приятное, что данные мероприятия, в том числе проводимые конкурсы, они позволяют раскрыть научный потенциал, творческий потенциал наших студентов. Но наше дело, естественно, скажем, как-то мягко контролировать этот процесс, оценивать его. То есть мы оказываем ровно содействие, но ни в коем случае не замещаем их научную работу и научную деятельность. В этот же день состоялось еще одно награждение. Главным судебным приставом Российской Федерации, генерал-полковником внутренней службы Дмитрием Арестовым, за значительный личный вклад в информационное освещение деятельности Федеральной службы судебных приставов России, была объявлена благодарность администратору сайта Республиканского информационного агентства Карачао-Черкесия Ирине Шевчук. Что же касается научных работ студентов, победителей конкурса, то они будут направлены в Федеральную службу судебных приставов для участия во втором этапе всероссийского конкурса. В прошлом году на учебной практике я проходил практику здесь, у дознавателя ЧГО. И так как я хочу в дальнейшем работать в этой сфере, для меня этот конкурс был достаточно важным. И когда мне уже предложили поучаствовать в нем, и когда я узнал, что есть номинация про дознание, я с удовольствием согласился и вместе с моим научным руководителем Варлаковой Асиат Хысайной мы написали статью. Субтитры создавал DimaTorzok